Мелитон Кантария Подвиг якобы екатеринославского солдата Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру немецкого дзота, активно освещался в советских газетах, книгах и фильмах. В русском языке даже сформировался соответствующий фразеологизм. Немногие знают, что настоящая фамилия Матросова Мухамедзянов, а имя Шакирьян. Родился Шакирьян Юнусович Мухамедзянов не в Екатеринославе, как утверждала советская пропаганда, а в деревне Кунагбаева у Чалинского района Башкортостана. Великий полководец Красной Армии Василий Иванович Чапаев на самом деле был не русским, а чувашим. В столице Чувашии, городе Чебоксары, находится музей великому чувашскому полководцу. Ермак – это предатель тюркских народов Эрмек, бандит, финансируемый олигархом Строгановым. В советские времена свободно можно было прочитать в специальной литературе правду о Ермаке, татарском разбойнике, душегубе, клятвопреступнике, преобразованном при переписывании истории по заданию Екатерины II в донского казака Ермака Тимофеевича. Радио изобрел не Александр Попов, а немецкий профессор из Карлсрюе Генрих Герц. Питерский электротехник лишь усовершенствовал изобретение Герца. Автомат АК-47 изобрел не самоучка Михаил Калашников, а конструкторское бюро Хуга Шмайстера. Битва на Куликовском поле в 1380 году Дмитрия Донского была не против орды Тахтамыша, а против узурпатора Мамая. Потому что царем, которого признал якобы русский князь, был именно татарский ордынский царь, а Мамай, которого победило войско Донского, был самозванцем узурпатором, от которого Донской защищал Тахтамыша. И ничего даже близкого освобождению от татар у него в голове не было, а ведь это святая святых великой русской истории. Иго, то есть зависимость Московии от тюрок, не закончилась в 1480 году, а в стоянии на реке Угре произошла передача вассала Московии от Казанского ханства к Крымскому ханству. Крыму Москва платила дань до 1700 года, и такое понятие, как российское государство, появилось лишь с приходом к власти Петра I, ставленника Европы, полностью зависимого от денег и научных достижений западного мира. Екатерина II – это не русская царица. Ее настоящее имя – София Августа Фредерика Ангальд-Цербская, дочь прусского генерал-фельдмаршала Кристиана Августа Ангальд-Цербского. Екатерина пришла к власти в ходе государственного переворота, незаконного захвата власти с помощью радикальных молодчиков, свергнув с престола Петра III, внука Петра I. Иван Грозный – никакой не русский царь, исповедовавший православное христианство. На шлеме якобы русского царя красуется арабская надпись «Аллах Мухаммед». Эти слова являются сокращенной версией известного выражения «Велик Аллах и Мухаммед – пророк его». Подобная надпись была и на церковном одеянии бывшего патриарха РПЦ Алексея II, пока известный политик и востоковед Евгений Примаков не указал на этот факт. Иван Грозный, как и вся династия Рюриковичей – это сперва подчиненные, вассалы, а после правоприемники Золотой Орды. Романовы – это ставленники Запада, пиндосы, гееропейцы, как сейчас сказали бы путинофилы. Переворот 1917 года – это тоже дело рук Запада. На немецкие и американские деньги Ленин и компания передали управление Россией из рук одних гееропейцев в руки других. Развал СССР 1991 года – аналогичная история. Или вы все еще верите в независимость России? Может, хватит заниматься постоянным вставанием с колен и смириться, что никогда никакой России как свободного, независимого государства не было, а была лишь колония, и таковой она будет оставаться до тех пор, пока из общности, называемой российским народом, не сформируется, наконец, не только сильная, но и здравомыслящая нация. Десять фактов, которые не попадут в российские учебники истории. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в XVIII веке, в 1721 году. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия с языка Мокши звучит как «грязная вода». Слово «Москва» не переводится с каких-либо других языков мира. Слово «Кремль» – татарское и обозначает укрепление на возвышенности. В Средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы по границам Руси. Русь – это территория нынешней Украины. Московия, Улс, со своими финскими народами всегда была частью Орды, и Европа справедливо относила ее к Азии. Московия, Россия, платила дань крымскому хану, своему суверену и хозяину, который был правоприемником Золотой Орды вплоть до 1700 года. Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени. В 1605 году в Москве на Борисе Годунове, Мурза Гудун, закончилась династия Чингизидов, прямые потомки Чингисхана, и на трон возвели Алексея Кошку из финского рода Кобылы. А при венчании его на царство церковь дала ему фамилию Романов и сочинила легенду, что он якобы прибыл из Рима править Московией. Екатерина II после оккупации последней свободной русской державы, Великого княжества Литовского, в том числе территории Белоруссии, в 1795 году своим указом велела назвать у графинские племена Московии какими-то великоросами, а украинцев, истинных русичей, русских, малоросами. Никто и никогда не видел оригинал договора о воссоединении Московии и Украины, якобы подписанного Хмельницким и Романовым. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты, подтверждающие реальность Куликовской битвы. Но пока безуспешно. Вот только басню о победе Дмитрия Донского над Мамаем до сих пор распевают на все голоса. Псковская, Новгородская, Смоленская области России – это бывшие славяно-русские княжества. И к Уграфинской Московии не имели никакого отношения, покуда Московия-Орда не оккупировала их, соответственно, в 1462, 1478 и 1654 годах. А в других областях России и Московии никогда не обитали славянские племена и народы. Золотая Орда и ее дочь Московия – это единственные страны мира, которые держали в рабах собственный народ. Это и объясняет вечную отсталость богатой на природные ископаемые Московии от сравнительно обделенных на природные ресурсы европейских стран. Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем рабов. МИФЫ ВОЙНЫ МИФЫ ВОЙНЫ 9 мая 2015 года – празднование 70-летия победы над фашизмом. Вокруг этой даты раздута истерия. Звучат вопросы, где именно должны происходить торжества, кто сделал основной вклад в эту победу и тому подобное. На этом празднике нет места Украине. Страна, которая потеряла 8 миллионов граждан на этой войне, вычеркнута кремлевской пропагандистской машиной из перечня победителей. Но большинство жителей Украины в нынешних условиях согласны отказаться от участия в торжествах. Да и как можно праздновать, когда продолжают гибнуть люди и разрушаются судьбы сотен тысяч украинцев? Приходится признать, что война не закончилась в 1945-м. Она, как вулкан, временно затихает, а потом снова происходит извержение. Чтобы свести к минимуму трагические последствия, нужно более внимательно изучать историю, а не слепо верить пропаганде. В связи с этим возникает необходимость вспомнить, что происходило в середине 20-го века на самом деле. Миф первый. Величайшая битва добра со злом в истории называется Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. И продолжалось 4 года. И повторялись. Продолжение следует...